Почерк Никиты Жукова о Вере Веецман, супруге первого президента Израиля, читает руководитель подкаст-студии Евромедиа Татьяна Голенова. За каждым великим мужчиной стоит великая женщина, говорят англичане. Это изречение как нельзя лучше подходит к нашей истории. Вера была не только женой, но и соратницей Хайма Вейцмана в его работе. К слову, Англия сыграла очень важную роль в судьбе этой пары. Но все же началась биография Веры и Хайма в Российской империи. А главной страной для них стал Израиль, земля обетованная. Вера родилась 27 ноября 1881 года в семье ростовского купца Исаия Давидовича Хацмана. Он был из кантонистов. Так называли еврейских детей, которых забирали в царскую армию. Исаю забрали в 8 лет. За безупречную 25-летнюю службу и участие в Крымской войне он получил право жить за чертой оседлости и поселился в Ростове-на-Дону. 33-летний Исаия женился на 16-летней Феодосии, уроженке Воронежа, которая родила ему троих сыновей и четырех дочек. Вера, ее еврейское имя было Ребекка, шестой ребенок Хацманов. В Ростове Исаия Давидович успешно занимался оптовой торговлей одежды и был к тому же состоятельным домовладельцем. Ему принадлежали четыре дома общей стоимостью 8 тысяч рублей. Семья Хацманов жила в одном из них – на Рождественской улице. Сегодня улица Обороны 64. Исаия Давидович избирался гласным городской думы, депутатом, казначеем солдатской синагоги. Он и жена не были приверженцами строгих религиозных традиций, хотя и соблюдали иудейские праздники. Еврейское образование получили только двое старших сыновей. Остальные дети – светское. Поэтому Вера не знала иврита, и идиша, зато с пяти лет посещала детский сад, где с детьми говорили на французском. Много занималась музыкой, в девять лет поступила в императорскую Мариинскую гимназию. Исаия Хацман всем своим детям дал не только хорошее образование, но и обеспечил их стартовым капиталом. Вера изучала музыку в Ростовской-на-Дону консерватории, но в четырнадцать лет передумала и выбрала медицину. И это не было подростковым капризом. В восемнадцать лет она уехала в Швейцарию и поступила на медицинский факультет Женевского университета. Там, помимо лекций, девушка стала посещать еврейский студенческий клуб. В нем проводились политические мероприятия, студентов-евреев вербовали в ряды российских социал-демократов, бундовцев, еврейская социалистическая партия и сионистов. Последняя особенно увлекала веру. Целью сионистского движения, названного так в честь горы Сион в Иерусалиме, было объединение и возрождение еврейского народа на земле Израиля. В этом клубе и встретились Вера и Хаим Вейцман. Хаим, бывает же совпадение, родился в один день с девушкой из Ростова, только на семь лет раньше. И тоже был подданным Российской империи, родом из местечка Мотель. Вот как вспоминал будущий президент свою малую родину. Мотель стоял на берегу небольшой речки в болотистой местности, занимавшую большую часть Минской и соседних белорусских губерний, на плоской равнении угрюмой и однообразной. Весной и осенью все вокруг превращалось в море грязи. Зимой здесь царствовал лед и снег, летом неизменно стояло облако пыли. И повсюду на этой равнине, в сотнях городков и местечек, жили евреи, жили уже давно. Крохотные еврейские островки в чужом океане. В отличие от веры, он, помимо светского, получил и еврейское религиозное образование, в совершенстве владел ивритом. Химию учился в Германии, а в Женеве получал уже докторскую степень. Молодой ученый страстно влюбился в веру. Настолько, что разорвал помолвку с красавицей Софьей Гицубой, с которой встречался четыре года. В 1903 году Хайм отправился в далекий Ростов-на-Дону, ознакомиться с родителями избранницы. В доме хацманов на Рождественской побывали и мать, и многочисленные братья и сестры жениха. Через год пара обручилась. Поженились в 1906, после того, как Вера окончила университет. Свадьбу играли в прусском Сопоте, а вместо свадебного путешествия тут же отправились на ежегодную сионистскую конференцию в Кёльне. «Я помню это всё», — писал Вейсман в мемуарах. «Особен терпение и понимание моей жены и моё чувство вины. Я помню один день, когда я вернулся в отель в пять утра с большим букетом цветов и корзиной груш в качестве компенсации моей жене. В этом не было необходимости, но это принесло мне облегчение». Таков был наш медовый месяц. В 1907 году у них родился первенец — Беньямин, Бенджамин на английский манер. Вейсманы переехали в Манчестер, где Хайм занимался преподавательской работой, наукой и, конечно, политикой. Не имея друзей и не зная языка, Вера поначалу чувствовала себя в Англии одиноко. Товарища мужа, тогдашний её круг общения, говорил по-немецки или по-английски. Она выучила оба. Спустя время получила сертификат, позволяющий вести врачебную практику в Великобритании и стала одной из первых женщин-врачей в Манчестере. Начинала как детский врач в беднейших районах города. Если говорить без стеснения, в трущобах. Руководила семью клиниками для малоимущих беременных и младенцев. Её старания и успехи были оценены. Вера получила хорошее место в государственной клинике. По своей работе ей довелось познакомиться с Чарльзом Скоттом, редактором популярной газеты The Manchester Guardian, нынешний The Guardian, которому она в свою очередь представила мужа. Это позже помогло Хайму Вейтсману встретиться с влиятельным британским политиком Ллойдом Джорджо. И эта встреча оказалась крайне важной как для Великобритании, так и для появления Израиля на карте мира. Уже вовсю гремела Первая мировая. В 1915 году в Англии вдруг обнаружился дефицит древесного спирта, необходимого для производства ацетона, который в свою очередь использовался при изготовлении патронов и снарядов. Министр военного снаряжения Дэвид Ллойд Джордж лихорадочно искал выход из положения. Редактор The Manchester Guardian рассказал министру о талантливом химике Вейтсмане. Ллойд Джордж писал в воспоминаниях. «Я сказал ему, что перед нами химическая задача, и просил его помочь. Доктор Вейтсман ответил, что не знает, но постарается. «Как скоро вы можете дать мне это?» – спросил я. «Я не могу предоставить вам долгий срок?» «Это неотложно». Вейтсман ответил, «Я буду работать днем и ночью». Через несколько недель он нашел решение, позволившее нам добывать ацетон из маиса. Ллойд Джордж заявил химику. «Вы оказали большую услугу нашему государству. Я хотел бы просить премьера предложить его величеству оказать вам какую-либо честь». «Мне ничего не надо», – ответил ученый. «Но я хотел бы попросить вас сделать кое-что для моего народа». Он попросил министра помочь евреям вернуться на землю обетованную. В 1916-м Ллойд Джордж стал премьер-министром. Он не забывал своего обещания и обсудил идею возвращения евреев в Палестину с тогдашним министром иностранных дел Артуром Джеймсом Бальфуром. В историю вошла Декларация Бальфура, выражающая благосклонное отношение Британии к восстановлению еврейского национального очага в Палестине и подтверждающее намерение приложить для этого все усилия. Но вот только до утверждения Декларации евреям предлагали в качестве новой родины земли в африканской Уганде. О невозможности такого решения Вейсман спорил до хрепоты, как раз с Бальфуром. «Я тогда сказал ему», – вспоминал Хайм, – «Господин Бальфур, если бы я предложил вам Париж вместо Лондона, вы бы согласились?» Он помолчал, посмотрел на меня и ответил. «Ну, доктор Вейсман, Лондон у нас есть». «Верно», – сказал я. «Ну и Иерусалим у нас был, когда на месте Лондона были еще болота». В 1916 году семья переехала в Лондон, где родился их второй сын, Михаэль, Майк. Хайм продолжал свою деятельность денно и ночно. Его избирают президентом Сионистской Федерации Великобритании. Вера же участвует в создании международной женской сионистской организации. В ней она прослужит более 40 лет. Осенью 1919-го миссис Вейсман впервые посетила Палестину и ужаснулась. В каких нечеловеческих условиях там жили евреи-первопроходцы. Конечно, особенно тяжело приходилось женщинам и детям. «Мы поняли, что нужно предпринять что-то радикальное», – запишет Вера. «Нужна была организация, способная решить эти проблемы». Через два года Хайм Вейсман избирается председателем Всемирной Сионистской Организации. Несколько десятилетий он будет возглавлять эту самую важную еврейскую политическую структуру. А после того, как к власти в Германии придут нацисты, направят всю свою энергию на спасение немецких евреев. Начало Второй мировой войны принесло Вейсманам личную трагедию. В феврале 1940 года погиб их младший сын Майкл, а летчик британских ВВС он был сбит на Бейскайским заливу у берегов Франции. Чтобы справиться с душевной болью, Вера пойдет работать добровольцем в приют Красного Креста. В это же время она создает в Британии отделение «Сионистская Организация». Они занимались спасением еврейских детей, юношей и девушек от нацистов. Вывозили их в Палестину и селили в кибуцах и молодежных деревнях. Так удалось спасти более 22 тысяч евреев из Европы. Была ли Вера счастлива в семейной жизни? Вероятно, не очень, считают современные исследователи жизни ее мужа. Историк Мати Голлани и Иехуда Рейхардс, тысячестраничной биографии «Отец-основатель». Они приходят к выводу, что в жизни Хайма Вейтсмана было немало увлечений. Он отчаянно нуждался в компании женщин, которые могли бы утешить его, восхититься им и выслушать описания его многочисленных болезней. Но все же главной дамой его сердца была политика. Отношения Вейтсмана с женой строились на принципах взаимовыгоды и взаимозависимости. Но не более того. Итожат биографы. Вейтсманы еще до войны переехали в Палестину. В 1934 году при активном участии Хайма в городе Рихофат был основан научно-исследовательский институт. Вейтсман занимал должность директора, ведь он, как вы помните, был выдающимся химиком. Кроме синтетического ацетона, запатентовал еще 120 изобретений. Позже институту присвоят его имя. Это главный исследовательский центр современного Израиля в области естественных наук. Поначалу в Рихофате они жили в небольшом арендованном домике, пока строили свой собственный. Но как только справили новоселье, были отузваны в Лондон по неотложным делам. Чему Хайм, как утверждают биографы, был рад? Вот ведь какой парадокс. Вейтсман готов был жизнь отдать за эту страну, но жить в ней не был готов. Он не мог привыкнуть к местному гортаному языку, климату, отсутствию манер. Десять лет они жили на две страны, отъезды по неотложным делам продолжались до 1944 года. Благодаря многолетним усилиям Хайма Вейтсмана и его единомышленников, в 1947 году ООН приняла решение по разделению Палестины. 14 мая 1948 года Израиль провозгласил независимость. Египет и Ордан, Ирак, Сирия, Ливан не согласились с этим и ввели войска на территорию Палестины. Бои шли больше года, до июля 1949 года. Израиль захватил западный берег реки Ордан, пустыню Негев. В результате войны он не только отстоял право на независимость, но и отвоевал еще 7 тысяч квадратных километров палестинских земель. Вейтсмана избрали главой Временного совета в 1948 году, а в 1949 году – первым президентом. Авторский комментарий. Это крайне упрощенное и пунктирное изложение событий. Детальному описанию посвящены многостраничные исследования, а окончательного решения вопроса и установления мира в этом регионе не могут найти и через 70 лет. Миссис Вейсман занималась вопросами лечения и реабилитации раненых, а после основала Ассоциацию инвалидов войны за независимость. Вера получала сотни, если не тысячи писем с очень разными просьбами и жалобами. Она читала их все и старалась помочь. Иногда приезжала к жалующимся лично, чтобы воочию оценить масштаб проблемы. «Моя задача – поталкивать правительственные ведомства к тому, чтобы люди могли получать хотя бы ответ», – говорила она. Ее старания соотечественники ценили очень высоко. Еще при жизни в ее честь назвали терапевтический институт в Тель-Шумере. Когда иностранные компании решили дать денег на строительство нескольких культурных объектов в Израиле, Вейсман высказался резко против. Хотят построить три здания стоимостью 150 тысяч долларов. Одно из них – кинотеатр в Эйлате. Но наши предки не думали о развлечениях до того, как построить дом. Эйлат может существовать без театра, но не может без детских садов, школ и даже игрушек. Желательнее было бы, например, улучшить жилье новых эмигрантов, увидеть в наших квартирах более просторные кухни, в которых можно есть. Самому Хэему Вейсману президентство давалось трудно. Сказывался возраст и застарелые болячки. Когда они окончательно переехали в свой новый дом, главным для Веры стало здоровье и покой мужа. «Если я смог выполнять свою роль, не задумываясь над финансовыми и бытовыми вопросами», – говорил «я должен благодарить за это мою жену». Несмотря на все попытки Вейсманов преуменьшать пышность своего жилища и его значения, жители Рехова-то сразу же нарекли его дворцом. А после назначения Хэема на пост президента стали называть Белым домом. Мебель и предметы искусства были привезены из Англии и Франции. В гараже стоял форт Линкольн Космополитен 1950 года, выпущенный всего в 18 экземплярах. Спустя годы дом Вейсманов признают архитектурным шедевром, и его включат в престижный список «Iconic Houses», в который входят наиболее выдающееся здание мира. Однажды в этом доме Вера давала интервью английскому журналисту. Вот как он описал свои впечатления от встречи с первой леди. «Приятно сидеть в мягком кресле и слушать журчание воды с фонтана в саду и порывы ветра во французских окнах. Самое интересное, что этот дом, построенный знаменитым архитектором Эриком Мендельсоном, был спроектирован самим доктором и миссис Вейцман. Она не любит публичные выступления и фотографироваться. Вот почему я еще сильнее был удивлен и восхищен ее красотой. Молодой фигурой и легкой походкой». Она говорит по-английски с легким русским акцентом. У нее по-британски сдержанные манеры и ход мыслей. Видимо, сказываются многие годы, проведенные в английском обществе. О Вере Вейцман можно сказать, что она нетипичная еврейка. Хотя каждый момент ее жизни, начиная с медового месяца, был определен судьбой иудаизма. Миссис Вейцман любит музыку. На ее замечательном пианино играли известные музыканты со всего мира. Еще она любит читать и не перестает учиться. По воспоминаниям Голдемейр, первый посол Израиля в СССР, премьер-министр Израиля, Вера была очень интеллигентной и высокомерной женщиной. В трехидажной резиденции имелась небольшая комната, спроектированная специально для Веры. Она любила заниматься здесь составлением букетов. И каждый высокопоставленный гость получал из рук первой леди букет из цветов, соответствующих цветам флага его государства. Переизбран на второй срок Вейцман был в 1951 году, а через год он умер. Вера пережила мужа на 14 лет и дожила до 84. До последних дней ее дом оставался самым престижным светским салоном Израиля. Затем в нем открыли музей и архив президента. Миссис Вейцман продолжала свою работу, поддерживая деятельность государственных и благотворительных организаций. Побывав во множестве стран, однажды посетила она и первую родину. Поездка числилась официальной, но была у Веры важная личная цель попасть в Россию. 7 ноября 1952 года у посольства Израиля в Москве была замечена подозрительная гражданка. Она смотрела на приспущенный бело-синий флаг и тихо плакала. Это была родная сестра Хайма Вейцмана Мария. Она оплакивала умершего брата. Мария была единственной близкой родственницей президента, оставшейся в СССР. Ее не трогали, но внимательно присматривали. Ценейший заложник. Когда Хайм скончался, сестру взяли в оборот. 23 февраля 1953 года, после многочасовых ночных допросов, она призналась, что является еврейской буржазной националисткой и проводит уражескую работу против советского государства. Над ней навис жестокий переговор, но 5 марта умер Сталин. Мария и ее мужа освободили, однако уехать в Израиль не позволили. И тогда, в 1955-м, в Москву на помощь родственнице прибыла президент израильской скорой помощи Вера Вейцман. Великая женщина, которая прожила свою жизнь для других. Цикл подкастов «Гражданин Ростова-на-Дону» – это совместный подарок нации и банка «Центринвест» родному городу к его 275-летию в сентябре 2024 года. В рамках проекта мы даем голоса очеркам из одноименной книги, созданной нами ранее.